Это посла Государства Российской Федерации Израиля. А что, а можно, нет, по-другому? Или сейчас меня отсюда вырежут? Я же тоже живу в Израиле, не нормально? Тогда давайте сделаем это сначала, чтобы можно было вставить видео как нужно, как будто я с самого начала сказала хорошо. Посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен. Даже с ударением справится. Отлично, спасибо. Да, дорогие друзья, дамы и господа, кводосар. Я, наверное, из немногих тех, которые лично не был знаком с Травидом Станзальцем в начале 90-х годов здесь, в России, но я здесь работал. Я работал в Москве в те годы. И я помню о контактах наших послов, первого посла Ариэля Вина и следующего посла покойного генерала Хайма Барлева. Свообразно поэтому, может быть, с моей стороны создалось впечатление, и опять-таки не мне судить о вкладе Равина Станзальца в работе здесь, в России, перевод Талмуда на русский язык, замечательный проект и так далее. Образовательная работа. Ну, если подумать, что начало всего было в 89-м году, это как раз тот параллельный период, когда государство Израиль начинает официальную деятельность тоже. Почему это сложилось так? У меня до сих пор нет объяснения. Может быть, господин министр знает. Почему первая группа израильских дипломатов здесь появилась в 89-м году? И почему при помощи великого человека, академика Велихова, начала работать еще в Кунцево? Кстати, про вас. Мне удалось познакомиться с академиком Велиховым в начале 90-х. Именно я помню первый визит министра науки Израиля, Ювеля Наймана, профессора Наймана, и наш визит в Курчатовский институт. И интересные темы, которые вы затрагивали, развитие ядерной энергетики, и о тех обстоятельствах, которые принимали участие в Чернобыльской катастрофе, возглавляя научную группу там. Была очень интересная беседа, но это была, наверное, одна из первых продуктивных встреч, которая создала и базу для, так сказать, заложения научного сотрудничества между нашими странами. Так что мы, конечно, благодарны и вам лично по этому поводу, имея в виду в ракурсе израильско-российских научных отношений. И последнее, смотря вот тут на бригаду, которая сидит с этой стороны, я смотрю на замечательных людей, которые основали здесь Лимут, и особенно Герман, здравствуйте, и особенно Нахайма Чеслера, который работал тут тоже в эти годы, будучи главой еврейского агентства по всему Советскому Союзу тогда, потом по СНГ, по России. И, во-первых, это замечательная идея, что провести именно и открытие выставки, этот семинар, посвященный такому великому человеку, как Равину Штайнзальцу, его деятельности, главным образом просветительной деятельности, и тот факт, что даже люди, которые не являются так погружены в юдаизм, с удовольствием читают его книги, которые написаны на общепринятом языке. Так что спасибо, туда раба, и мы продолжим. Ликро ли мишу сейчас? Спасибо. Спасибо.